Здравствуйте, дорогие читатели! На улице жуткое пекло уже просто который день, и спасения, кажется, от него нет. Поэтому мы решили подумать, раз мы не можем справиться с этим пеклом своими средствами, надо обратиться к специалисту. И вот милостиво согласился Мушили, наш новый товарищ, это президент землячества Камерун. Мы подумали, что он просто специалист по жаре, и уж кто как не он знает, как перешить это жуткое пекло в городе, и он подскажет нам, правильно ли мы в Москве справляемся с этой жарой. Правильно, Мушили? Спасибо за вашу руку, специалист по жаре, действительно. Как из Африки, естественно, я могу еще много получить, благодарить. Вам сейчас жарко, Мушили? Жарко, да, как всем сегодня в Москве. Но я все-таки думаю, что вам не так жарко, как нам. Вы вот чуть-чуть одеты, все-таки так не в шортах вы пришли. Естественно, не так, как у всех, потому что действительно я так много в Москве, но есть такие естественные песни, когда вижу, что я могу так чувствовать себя. Вот Мушили чувствует себя нормально, пойдемте, он нам сейчас расскажет, что сделать, чтобы всем нам чувствовать себя тоже нормально. Слушайте, а нужно ли пить воду в жару с деревом? И вообще не пить? Да, сами видите, только остальные, только в нашей жизни. У меня уже все много, ага. Настояло много. Даже вам? А мороженое? В общем, у вас, например, у них тоже, и мороженое пользуется популярностью, и вода холодная. Да, у нас есть дети, а мороженое как мороженое. То есть все дети, африканские и русские, любят мороженое. Какие-то спортивные упражнения элементарные, ну, не знаю, зарядка 15 минут в день, и уже даже это поможет легче справляться с перепадами, ну, температурными? Конечно. С изменением конкурентов и с любой нагрузкой. Спорт всегда помогает. То есть все за спорт. Гантели утром, пресс покачали, пять приседаний, и, в общем-то, на работу пока дошел, и хорошо. Совсем нормально, но если вещь идет обо мне, с утра, поэтому, когда душ принят, потому что, знаете, это тяжело быть, держать такую дисциплину, да, сказать, что каждый день я буду фотоом заниматься. Но душ же надо принять каждое утро. Поэтому можно себе сказать, вот, 20 минут перед душем. Я могу там. Заявка. 20 минут в день, и никакая жара вам не страшна. Видите, у нас люди в тени деревьев, прямо на газонах сидят, даже несмотря на то, что здесь, в общем-то, в Александровском саду не разрешают сидеть. Но даже вот милиционеры проходят, и ничего не делают этим людям. Камагуни, действительно, город должен быть красивым, поэтому все-таки находятся, естественно, и парки тоже. Но вы там не сидите? Почему бы нет? Потому что если не сидим, кто-то может сесть там, потому что нет ничего дома делать, можно там сидеть, где-то там не общаться. Особенно молодежь. Ну, в общем, несмотря на то, что Мушили привык к такой жаре, тем не менее, мы его утомили. И в итоге он даже вот согласился на мороженое, то тоже жара его эта наша достала немножко. Но, тем не менее, какой-то итог нашей всей беседы подведем. Вот, Мушили, какое первое правило? Что же нужно сделать? Нужно, наверное, найти тень в такую жару. Есть молодежь, как и я, всегда заниматься. Спортом заниматься? Есть молодежь, и спортом, естественно, заниматься. Получается, спортом можно всегда бороться с любой на кусты, включая даже физическую. Вот, поэтому и это основные пока приправы. Ну, и, наверное, как сказать, поближе к воде все-таки находиться. У нас в Москве это фонтаны, ну, там, я не знаю, бассейны, вот, не мешу. Сказано, что есть фонтаны, есть эти аккаунтные парки, где можно сейчас избегая вот солнца, есть и бассейны, есть и плазы, для тех, у которых время достаточно есть, когда и запутаешь, нам здесь следят. И, действительно, те, которые работают постоянно в кабинетах, в Совете, конечно, конечно, в Сене, там уже ответят, это никак. Вот, это, вот, вот, а в Фомплине подходит, тому, чтобы удовольствоваться эффективно, сжалывать. В общем, дорогие читатели, что хочу сказать, что в Камеруне, что в Москве, правила, они везде одинаковые. Вода, мороженое, синечек, и, в общем-то, будет вам счастье, прохладное. Продолжение следует...